привет вы на канале орост кастом фигур меня зовут виктор и сегодня обзор робокопа по фильму робокоп 3 сегодня на обзоре у нас еще участвует фигурка ultimate робокоп из первого фильма ну так скажем для сравнения и может быть для фона сделать его немного интереснее я хотел бы поговорить сегодня о том вообще в принципе чем интересна фигурка что у него в комплекте идут за аксессуары чем он примечателен какие в нем есть минусом не минусы в нем тоже есть ну и в принципе наверное свое впечатление рассказать по поводу него и если вы думаете покупать или нет а мне кажется если вы в принципе решили покупать вам нравится персонаж робокоп и вы как-то знакомы уже с так скажем культом с историей фигурок то скорее всего знаете и про компания нека и знаете что эта фигурка является одной из самых интересных эта фигурка появилась у меня достаточно давно и наверное это одна из моих самых любимых фигур потому что я считаю что компания нека среди прочих компаний которые до сих пор делают фигурки робокопа сделала наверное одну из самых удачных переносов персонажа в формат фигурки он очень похож на персонажа его костюм перенесен очень детально многие нюансы которые есть в костюме костюм кстати разработан был за 1 миллион долларов ребят просто для меня например это мысленно ну какой-то о чем говорит да у меня по сути миниатюра проекта который стоил кому-то миллион баксов да и люди очень неплохо постараюсь для того чтобы придать определенный характер определенный смысл этому персонажу чтобы показать кем он является что он делает как он взаимодействует с этим миром и он выглядит конечно очень здорово я знаю что многим нравится дизайн робота полицейского и честно говоря дизайн который был в новом фильме полная шляпа я считаю что он не идет ни в какое сравнение с оригинальным эта фигурка шла с небольшим набором аксессуаров но по мере так скажем в рамках вообще фигурок по робокопу на то время он конечно был с офигенным аксессуаром двумя аксессуарами во первых у него был летный ранец у него был пулемет огнемет и ракетомет вставляющиеся место вот этой вот руки в линейке вообще фигурок робокопа он имел один из самых больших так скажем самое большое количество аксессуаров в комплекте а именно у него была вот такая вот винтовка идет она просто матовая черная ну ничего такого просто черный пластик это не помню игл по моему какой-то правда сейчас меня на на тряпками закидаете я забыл честно каюсь ребята забыл дядя старый дядя устал забыл как называется эта штуковина вот ну могу сказать что например вот это сейчас я все пальцы растопырю чтобы все влезло найдите 6 отличий нет здесь 6 отличий здесь есть просто если замечаете одна из них покрашена угадайте в какой руке dry brush а одна нет и одна производит впечатление кусочка тоже черного пластика а вторая производит впечатление металлического кусочка и мне вот это нравится намного больше я по сути просто пошел с немножко dry brush и она стала реально прикольнее эту пока оставил чисто для сравнения вам показать да и похвастаться чего уж там вот в комплекте идет дальше у нас вот такой аксессуар вы не поверите это пистолет пистолет я тоже немножко доработал ну как совсем слегка я срезал вот в этой вот зоне пластик он почему-то не очень хорошо здесь отлит и посередине идет как раз линии вот этого где он соединялся и я просто кусочки срезал теперь у него вот эта линия полосок она более ровная и как сделать пистолет более объемным и более таким настоящим руках фигурки просто я прошелся опять же тем же самым цветом металлик черт черный металлик компании в олег а просто сухой кистью и он вытащил все элементы пистолета пистолет стал опять же из кусочка черного пластика он стал более большим более объемным интересным вот все его элементы теперь видны татата вот идем дальше в комплекте идет рука раскрытая рука как раз таки я так понимаю что именно вот это положение руки для того чтобы левая рука когда стреляет робокоп он и он же в паровой руке держит пистолет левую руку он стреляет левую руку хореография была разработана так что как бы левую руку он поднимал немножко вверх это как почти делают мушкетеры и причем это выглядит намного эффективно и смотрите эффект не вот на примере вот он видите отвел руку как это было фильме он пом даже иногда выше поднимал руку типа такого а давайте посмотрим как без смотрите об че отстойник пистолетом стреляешь ну вот ну вот так рук по него все 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 я сдаюсь поняли вот так это работает что было у этой фигурки еще в комплекте еще в комплекте у этой фигурки было я так повторяю чтобы не терять хоть мысли вот этот вот пулемет огнемет и здесь еще у него открывашка есть и по моему по моему что-то еще было а по-моему он карточки своих хранил от ленты или перекрестка и не помню но знаете кстати какой интересный косяк есть у этого пулемета вот наверное такие ярые фигурка филы и поклонники фильма они сразу просекут я даю 5 секунд чтобы ответить на мой вопрос что с этим пулеметом устройством не так я так и знал что вы не знаете у него отсутствует вот этот видите вот этот клювик вообще по идее он напоминает не знаю лично меня напоминает как будто у него здесь ракета здесь огнемет а здесь у меня брызгалка но на самом деле такого быть не должно было у него в этой зоне сейчас будет фотография и потом обязательно сюда вставлю здесь в этом месте у него дополнительно вот такая примерно такого при на диаметра ствол от пулемета здесь у нее нормальный пулемет стоит я не знаю почему компания нек а она просто забила болт и не стала его делать но его нет эту часть я тоже видите она стала немножко более такая интересная вся объемная такая вся так прям металлическая я ее немножечко тоже про драй брашил да кстати рыбак опа я тоже лицо немножко поменял раньше он улыбался но я подумал что это слишком и теперь он хмурый вы только посмотрите какой шикарный сделан не знаю как джетпэг ранец для летания я старовер я уже я просто говорю этот чего не тут газовая горелка придела на и в общем на ней летает я так это вижу себе и это смотрится классно ну для кого-то спорный момент вообще в принципе для я слышал что наверное как и для других фильмов третий фильм о рыбакопе он оказался таким для многих спорным типа ну рейтинг поменялся режиссер поменялся цвет рыбакопа поменялся вот и в общем актер главный поменялся который играл рыбакопа поэтому кто-то там скафу учу за фигня мне понравился я я когда был подростком я посмотрел мне понравилось я стал старше мне тоже нравится поэтому у меня в этом смысле все без изменений кстати есть нюанс если вот вы прямо сейчас возьмете пойдете на поставите на паузу перемотаете фильм почти там самом конце когда он наденет свой ранец ранец не школьный а летающий я могу подождать нет я не буду ждать вы можете поставить на паузу отмотать фильм включить момент когда он на нем вот так вот летит взять телевизор принести где вы смотрите мое видео принести телевизор сюда поставить телевизор рядом что вы могли сравнить и вы увидите что вот эта часть вообще в принципе вот эти наплечники они намного намного почему-то сделаны крупнее почему они сделали вот так а почему они не сделали их более миниатюрными я не знаю но если вы этого раньше не замечали то вот пожалуйста живите теперь с этим рыбаков садись хорошо а и съемка началась так давайте дальше что у нас здесь давайте посмотрим на него поближе как там помните володине давайте поближе нет не настолько близко немножко подальше ребята я специально ради этого видео сняла его с этой подставки вы не представляете как тяжело и оставлять на место чтобы он не упал все для вас все для вас так и мы отсоединяем он отсоединяется очень легко и можно посмотреть на рыбак опа без своего летающего ромбс так а в этот раз голова не отлетела все нормально вот так он выглядит ну показываю для тех у кого его нет ну что просто имели ввиду я проведу стоит на полке вот кайфово сделал честно несмотря на то что размер больше чем нужно но как бы в на к все равно покрасили даже внутренние части которые ну наверное когда-то наденешь не так особо видны но им все равно спасибо касательно фигурки фигурка сделана классно мне очень сильно нравится видно что постарались вот в отношении самой фигурки постарались с пропорциями постарались с со всеми маленькими элементами костюма доспехов робокопа круто круто правда очень очень хорошо вопрос по поводу покраски это конечно другой вопрос там всегда есть какие-то ляпы потому что в это то время когда неко делала свою покраску вручную вообще ужас и представить просто такое количество людей которые сидят и просто массово фигачит их вы наверное заметили что эта фигурка для тех у кого она есть что она отличается от вашей от нашей от вашей и вы совершенно правы эта фигурка которую я немного перекрасил во все вот эти элементы костюма я добавил проливку черную если видите что теперь каждая каждая линия она теперь видна и она дополняет теперь полностью весь дизайн робокопа я прям вообще не могу как мне это нравится прям очень очень здорово помимо этого у оригинальной версии у него нету такого блестящих таких блестящих доспех вот эта часть она более матовая на то время у компании на к не было много очень лака на фигурке она могла вот это лаком покрасить а вот это как бы денег уже не хватило наверное не знаю почему но в общем она не была такой сияющий как например вот тот вот который там в углу стоит он недавно появился у нас и он почему как бы видно что он прям блестит видно что его лаком по нему прошлись хорошо и это надо было сделать это надо было сделать потому что ну блин ну он же как как красивая полированная спортивная машина вот и и помимо этого я подкрасил визор чтобы он был более ровненький более черненький вот эта часть подбородок тоже она была матовая я и покрасил в черный и покрыл лаком к сожалению не знаю есть такой нюанс один к сожалению я красил красками в олеха это краски на водной основе и может быть только у меня такой ребята кто пользуется красками в олехов напишите в комментариях эта краска вернее этот лак у меня стал со временем липким но не так что прям путя рука прилипает но всякие ворсинки к нему пристают не очень много но все же есть и мне это честно немножко подбешивает компания в олехом как бы немного ну как бы съехала скалому там проверьте партию там пришлите там номер чеков как бы лаком не был куплен уже очень давно и как бы я понимаю что надо его встряхивать и все такое то есть и притом купил еще другой тюбик и с ней была такая же история ну короче непонятная ситуация если кто-то знает напишите просветите дядю здесь также как и у новой версии здесь также открывается секция для пистолета у меня она со временем уже просто сломалась внутреннее крепление сломалась и поэтому он просто держится вот так кстати знаете что она выглядит вот если вы не знаете если у вас нет этой фигурка вы бы даже не догадались что эта часть открывается сделана очень аккуратно что кстати у вот того робокопа вот того у него когда нога закрыта там есть щель и причем это этот дефект на всех фигурках новых ну это косяк мелкий но это косяк раньше такого видите не было то есть ну ничего не бросается в глаза когда я делал обзоров на эту фигурку я говорил кстати посмотрите обзор на эту фигурку еще поставьте лайк этому видео подпишитесь на канал что там еще а да если хотите посмотреть сравнительные фотографии где я в одежде без одежды нет нет не тот канал где фигурки до перекраса после перекраса вы можете зайти на мой инграмм он будет указан внизу на него тоже можно подписаться потом заходите и ставите лайки всем фотографиям до 2016 года октября но когда я начал есть этот инстаграмм вот и дальше возвращаете сюда смотрите в чем разница это голова фигурки ultimate которая вышла недавно а это как раз таки вот старые для тех кто уже забыл ну и мало ли может меня пожилые люди смотрят как я и уже забыли что тут к чему и я например своим последним зрячим вот левым глазом вижу что на голубом на голубой версии отливка пластика на более качественная она более ровная особенно видно по вот по разъему куда вставляется вот этот вот информационный штырь с этой стороны он как будто замазаны какой-то и я показывал это предыдущем видео у меня по его дня фигурка вот такая вот видите что у меня сзади какая есть щель у этого нету ну не знаю я думаю что вряд ли все будут обращать внимание все такие же зануды как и я но я на это обращаем внимание между прочим и меня не проведешь такими вещами давайте посмотрим сбоку сбоку опять же я тоже вижу что например ухо и ну вот вот этот вот кругляшок который напоминает ухо он тоже более ровный чем вот у этого я вам скажу это абсолютно точно я скажу как александр невский ска абсолютно абсолютно отличается есть еще один момент но это вот честно ребят рубрика для совсем задротов смотрите вот здесь нос видно видите вот у этого он такой приплюснутый нос а у этого спрятать не стали делать если кто-то скажет что компания на к поленилась она все делает по одному тому же скульпту нифига видите это новый скульпт они не стали здесь делать нос вот этот вот с носом а вот этот без вы когда будете покупать фигурку у кого-то вы спрашиваете мне вот тот что с носом нужен пусть и человек попариться и он сразу поймет что вы прям супер разбираетесь и лучше с вами не связываться вот а есть еще один момент правда вот здесь тоже важной вот эта линия вот эта линия маски она как и сама ска маска она имеет ну почти полностью построена на прямых линиях то есть здесь нет ничего такого плаваного то есть линия очень прямые и ровная если даже смотреть вот так он сохраняет вот этот вид а в этой фигурке отлита так что на самых краях вы видите как будто она скруглена вот у этого такого нет а у этого как будто бы здесь вообще много зазубринок каких-то почему-то с левой стороны и вот эта часть она я например вижу что она имеет такие заусенцы вот даже под таким ракурсом видно здесь этого меньше вот да кстати некоторые говорят что скобы вот эти вот скобы у новой версии лучше ну давайте сравним вот новая версия сейчас руку он опустит новая версия скобы вот старая версия скобы эти более тонкие более вытянутые эти более такие ну пониже да я не знаю мне в принципе и те и те норм эти наверное более более аккуратно сделаны более толстые это были тонкие более высокие ну если если обращать внимание такие детали то у макфарлайна и он вообще в принципе выглядит иначе у него много различий там у других компаний которые занимаются которые делали фигурку рыбакопа там если сравнивать видео много у них там реально много много разных отличий что могу вам сказать по итогу про наверно про подвижность подвижность него такая ну наверное как у робокопа особо ты не подвигаешься никакого двойного сустава что у старой версии что у новой здесь под здесь сустав здесь возможность поворачивать его ноги двигаются не очень хорошо потому что есть вот эта зона то есть ну вот вот прям как черепашку ниндзя там на вы его не поставить он будет стоять у вас ну так ну по идее он так и должен стоять он робот то есть это у него и походка и повороты головы то есть вот это все наверное минимальное количество суставов в общем-то дополняет этот образ и не на этом возможно сделать ему какую-то дурацкую позу поэтому что есть то есть мне фигурка очень нравится я большой поклонник робокопа и особенно по робокопа естественно оригинального не тот который там был сделан переснят поэтому это очень клёво я эту фигурку всячески рекомендую к покупке параха к продаже кто продает вот спасибо что смотрели если вам понравилось напишите что эти мне в комментариях подпишитесь на канал например на сегодня у меня все до следующих видео